Друзья, всех приветствую! На связи Уфа. Небольшая заметка по автомобилю Freelander 2, год машины 2013. Дизельный мотор, 2 литра, либо 2 с копейками, я точно не могу сказать, не разбираюсь в этих линейках моторов. Делал техническое обслуживание и попутно была задача заменить топливный фильтр. Топливный фильтр взял оригинал, в оригинале в коробочке идет Purflux, но рисковать я не стал, заказал именно оригинальный из дилерского склада. И провел замену. Замену проводил по рекомендациям от ребят сервиса LRVEST. Это найдете на ютубе. Очень хороший канал по ренджам. Огромное спасибо ребятам за ту информацию, которую они предоставляют. По их схеме я провел замену фильтра. То есть подключаем все магистрали, кроме обратки. Вот этот шланчик мы отщелкиваем, подаем компрессором в бак небольшое количество воздуха под избыточным давлением. И ждем пока отсюда у нас не потечет дизельное топливо. После этого все соединяем и заводим. В общем я сделал все по их рекомендации. Здесь у меня дизельное топливо потекло, трубку я защелкнул, машину завел, машина поработала, заглохла. Все, потом уже заводиться перестало. Не стал насиловать мотор, не стал на сухую заниматься клацанием ТНВД. Что я сделал? Как можете видеть, здесь штекер был расщелкнут. И на топливный фильтр я надел трубочку, трубочку опустил в баночку. Вот это у нас дизельное топливо. И также начал подавать воздух в бак под избыточным давлением. И дождался того момента, когда у меня отсюда пузырьки воздуха перестали выходить. И я так понял, что система достаточно хорошо заполнилась. Здесь у меня солярка встала, она перестала вытекать. Видимо какой-то клапан обратный сработал. После этого трубочки я все защелкнул и машина у меня нормально завелась. Вот, берите на заметку, кто с такой проблемой столкнется. Попробуйте сделать вот таким образом все. То есть, заготовьте сразу трубочку, баночку и уже наглядно смотрите, как у вас проходит процесс заполнения фильтра. Потому что, видимо, первый раз, когда у меня солярка отсюда закапала, скорее всего фильтр полностью не заполнился. То есть, там наверняка, похоже, остался воздух, который как бы всю малину и испортил. Так что, берите на заметку небольшой совет по теме замены топливного фильтра на фрилендере втором, на дизельном. Всем, друзья, удачи, всем счастливо. И от меня огромная благодарность ребятам из сервиса LRVEST Москва за ту информацию, которую они предоставляют. То есть, у них очень много, еще раз повторюсь, полезной сервисной информации для таких ребят, как я, которые сами обслуживают автомобили. И в том числе бывает, что обслуживают автомобили непрофильные. Потому что моя тема в основном Toyota, а Range Rover тут случайно вылез по желанию владельца, который захотел ко мне приехать. Всем счастливо, всем удачи.